Ну, ребята... Всем привет, друзья! С вами Маламадрас! И сегодня мы будем распаковывать одну интересную посылочку, которая мне пришла от игры PUBG Mobile. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже знают об этой посылке, так как я еще вчера выложил об этом пост. И даже мне понравился комментарий, что стилистика этого ящика похожа на тачку Давидыча. Действительно, есть некое сходство. Если вы еще не подписаны на инстаграм, обязательно подписывайтесь. Там я буду выкладывать фоточки с отдыха с его отпуска. Правда, инстаграм не мой, а хрюнделя, но он мне иногда разрешает туда что-нибудь постить. Но да ладно, в общем, подписывайтесь. Сейчас мы будем открывать этот интересный ящик. Причем, это не первая посылка, которая мне приходит от PUBG Mobile. У меня уже был один open casing настоящий. Вот где-то здесь будет подсказочка, превьюшечка. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите ту распаковку. Подарков от игры PUBG Mobile. Но сейчас здесь нас ждет что-то совсем иное. Потому что это коллаб с компанией B.A.B.E. Ну, я догадываюсь, что там должно быть внутри. Ведь, наверное, какие-то шмотки, да. Но самое смешное, что в самой игре у меня ничего не выпало из кейса B.A.B.E. Вообще. То есть, ни шортов, ни кофты, ничего. Сейчас мы будем с вами открывать и смотреть. Причем, реально, хоть этот сундук у меня уже не первый, да, ну, от игры, то здесь совершенно иной подход. Смотрите, тут есть всякие застежки, ручка, есть ремешки. Это все сделано реально клево и стильно. Это самый настоящий походный чемодан, который можно взять с собой в путь куда угодно. То есть, это не просто какой-то кейс картонный. Это действительно настоящий чемодан. Давайте открывать и посмотрим, что же будет там внутри. О, ребята, там такое, вы себе не представляете. Знаете, сейчас сюда нужно подставить музыку и света типа... О, ребята... Ну, вы поняли. Так, давайте-ка я как-нибудь разверну поудобней. Наверное, вот так, чтобы было всем видно. Короче, смотрите, внутри кейс действительно прочный. Это не картон. Здесь у нас есть некоторые вещи, ребята. Не знаю, что это футболка или кофта. Ну, это чуть позже мы посмотрим. Офигенный рюкзак. И тут есть второе дно, ребята. Тут есть второе дно. Днища. Смотрите. И там у нас какой-то документ. Пока его оставим здесь и... Оуууууу. Ребят, вы не поверите, что там находится просто. Вы не поверите. Я вам в самом конце расскажу, что тут находится. Не знаю, может вы поймёте. Я, кажется, понял, что это такое. Но мы пока уберём эту вещь подальше. В общем-то, смотрим. Это у нас шмотьё. 2 XL, прям на меня. На самом деле у меня поменьше уж размерчик всё-таки. Это какая-то шмоточка. Так. Вау. Это у нас толстовка, да? Худи, как это называется. В худи Бэйб, Паб Мобайл. А здесь у нас... Чё там написано? Блин, там чё-то есть, я вижу. Там чё-то есть и написано We Early. Короче, англичане, переводите, пожалуйста, в комментариях, что бы это могло значить. В общем, толстовочка с символикой третьих шлемов повсюду. То есть камуфляж, который составлен из этих шлемов. Тут Бэйб ещё макака. И логотип Паб Мобайл. Мерить мы будем чуточку позже. Интересно. Теперь посмотрим вторая вещь. Это, наверное, футболк или что? Кстати, написано, опять же, A Basing Ape. Что это значит? Ape shall never kill ape. Англичане, в комментариях вы знаете, что делать. Здесь у нас... Слушайте, я сейчас посмотрю, чё это. Это шертицы! Это шорты! Капец, это шорты в такой же стилистике сделаны. Слушайте, ну что? Надо мерить эту всю движуху. Надо мерить. А где кроссовки? Я не понял. Неважно, кроссовок не прислали. Но я сейчас померю. Посмотрим, как это всё выглядит в полной картине. Так, ребята, вот оно как выглядит. Смотрите, такие шортики. Вам должно быть видно. Видно же макаку вот эту? Здесь логотип Babe, то есть обезьянка, да? Паб Мобайл. И, собственно, вот как это и выглядит. Что вам было видно? Вот как выглядит кофта. То есть, смотрите. Конечно, к большому моему сожалению, эта кофта не как в PUBG Mobile, не как в игре, которая, знаете, вот на молнию берёт и застёгивается полностью. Здесь такая рожа. То есть, это не совсем та вещь. Это больше как мерч. Но всё равно выглядит прикольно. Конечно, наверное, её в город куда-нибудь не оденешь, да? Хотя, фиг его знает. Может и можно. Может и можно в тачку одеть. Сейчас такое люди на улице носят, что эти шмотки просто шикарно будут выглядеть. Довольно стильно, красиво и прикольно. Логотип Babe Mobile. Всюду эти обезьянки. Всюду третий шлема. Номер первый из ста. В общем, прикольно это всё выглядит. Мне нравится. Довольно забавно. Единственное, что жарко. Тем более, я горю. Я сейчас сам все загорел. Мне жарко постоянно. В этой кофтище нереально. Но, тем не менее, вот. Мне ещё придётся немножко попотеть в этом видосе. Потому что я вам покажу вот эту вещь. Это сковорода, ребят. Это сковородка. Если вы думаете, что я сейчас придуриваюсь. Типа, что она тяжёлая. То нет. Это настоящая чугунная сковорода Babe. Там написано 1 из 100. Copyright Tencent and Pub Corporation All Right Reserve. В общем, это настоящая чугунная сковородка. Мне кажется, что здесь даже можно блиняшки пожарить. И будет вот этот логотип PUBG. Надо будет попробовать. В инсте обязательно подписывайтесь. Я туда скину блинчик, который получится. В общем, настоящая чугунная сковорода. Настоящая. Офигеть. Довольно прикольные бонусы. Забавно. Забавно получать такие интересные посылки. Я вообще, ну, как бы, имею некое отношение всё-таки к игре PUBG Mobile. Приятно, что разработчики обращают также свое внимание. Присылают прикольные, интересные призы, подарки наподобие таких. Да, это, конечно, не сундук, полный маленькими брелками и прочими-прочими вещами, как в прошлый раз. Но, тем не менее, здесь уже реальные вещи. Реальные шмотки. И это, пожалуй, действительно самый удачный open casing, который у меня был за всю историю PUBG Mobile. Потому что здесь я действительно получил уникальные редкие вещи. Я думаю, что не у многих подобный комплект будет. В общем-то, я доволен как слон, ребята. Надеюсь, что вам тоже этот open casing понравился. Тогда обязательно ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и увидимся с вами в других видео. Играйте в PUBG Mobile. С вами, как всегда, был Маламадрас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok